Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы рассмотрим вторую часть творчества международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. Евгений родом из Беларуси, из города Гомель. Кто не смотрел первую часть под названием «Удар. Кондорудар» обязательно посмотрите, рекомендую. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Первая партия. Белыми играл Валерий Гребенкин, гроссмейстер из Украины. Черными играл Евгений. Соперником выпала следующая жеребьевка дебюта. ЖФ4, ФЕ5, СД4. Естественно, бьем на С3, играем на отсталую шашку Х2. Белые могут бить и на поле Д4. Я разбирал этот бой в партии Андрей Валюк против Романа Щукина. Кто не смотрел, оставлю подсказку в самом конце видео. Но Валерий побил на поле Б4. Так тоже можно бить. Здесь партия во многих вариантах сводится к дебюту игра Шмульяна. Черные играют БЦ5. Сильнейший ход, не давая постановки тычка. И белые играют БЦ3. Все-таки, наверное, более сильный ход был БА5, как рекомендовал мастер Ковришкин. Но белые сыграли БЦ3. Черные играют ЖФ6. И в этой позиции Валерий сыграл еще раз ошибся. Сыграл АЖ3. Все-таки этот ход плох. Надо было сводить к теории. То есть играть ФЖ3. Ну и здесь на ход СБ6. То есть, видите, нет хода БА5. Из-за простого ударчика отдаем 2, забираем 3. То есть единственный ход СД4. Но тогда черные играют ДЕ5. Ну и белым надо бить именно в эту сторону. У черных сохраняется преимущество. Очень хорошая позиция. А в эту сторону бить очень плохо. Теория утверждает, что здесь выиграешь за черных. Но мне удалось найти очень сложную ничью. То есть черные играют ДЦ7. Отдали одну шашку. Грозят выиграть сразу 3. Белым надо играть БА5. Единственный ход. Черные бьют 2 шашки. И после размена уже у черных лишняя шашка. Но белые все-таки здесь могут добиться ничьей. Играем ЖФ4. Ну и на сильнейший ход АБ6. Играем ЦБ2. Отыгрывая шашку. Здесь черные снова жертвуют шашку. И нападают на шашку Д4. Грозят поставить рожон. Но белые все-таки могут достичь ничьей. То есть точно играем АЖ3. И на бой играем ЕФ4. Только этот ход ведет к ничьей. Остальное практически проигрывает. Черные играют БА5. Ну и на ход ЖХ4. Черные играют СД4. Белые играют ЖФ2. Ну и после размена все-таки белые добиваются ничьей. То есть играем ФЖ3. Надо играть АБ4. Уже форсировано пошли варианты. И на ход ЖФ4 черным надо жертвовать шашку. Снова. В который раз. И затем играть ЖФ6. Белые играют ДЕ3. Ну и после хода СД4. Лучше побить белым в эту сторону. Черным надо бить назад. Ну и все-таки белые здесь добиваются ничьей. ЕФ2 БЦ5. ФЖ3 СБ4. ЖФ4 БА3. И на нападение лучше всего сыграть ФЕ7. Ну белые здесь добиваются ничьей. То есть они жертвуют лишнюю шашку. И пытаются прорваться в дамки. Черные играют АБ2. И белые снова жертвуют шашку. И после такого каскада жертв все-таки добиваются ничьей. Выигрыша нет. Но в партии Гребенкин-Кондраченко белые сыграли все-таки АЖ3. Это плохо. Черные играют ФЕ5. Ну и на ход СД2 выжидают АЖ7. То есть рано или поздно белые сыграют БА5. Ну и тогда черные проводят вот такой выгодный для них размен. Далее было в партии АБ2, ЖФ6. Ну и на БЦ3 просто отдаем одну шашку. Затем вторую. Забираем три. Естественно так играть нельзя. На ход ДЦ3 также комбинация. То есть отдаем одну. Затем вторую. Затем забираем даже четыре шашки. Поэтому черным, белым вернее надо как-то пытаться закрепиться в центре. Они играют ЕФ4. Черные точно размениваются. Бьют именно на Д6. Ну и здесь белые пытаются сыграть ДЦ3. И на ход АБ6 играют ФЖ3. С идеей размена на поле Е5. Но черные точно играют БА5. И после хода ФЕ5 здесь черные выиграли. То есть черные побили на поле Д4. Ну и после того, как белые побили на поле С7, черные неожиданно побили шашкой на поле Ф4. Ну и после постановки дамки другого нет. Черные играют ЕФ6. Побили. Затем ФЕ5 побили, побили. И черные прорываются в дамки и празднуют победу. Вот такая эффектная партия. Следующий фрагмент из партии Евгения с украинским гроссмейстером Юлией Макаренковой, проживающей в городе Харьков. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти наиболее сильнейший ход за белых. Белые играют именно ДЦ3. Ну и здесь черные растерялись в партии. Они сыграли ФЕ5. Ну, то же самое возможно и после хода ХЕ5. Такая же комбинация. То есть после хода ФЕ5 белые побили. Черные побили две шашки. И белые провели контрудар. Контрудар. То есть отдали одну шашку, затем вторую. Затем побили четыре. Прорвались дамки. И легко выиграли. Также в этой позиции плохо было играть ДЕ5. Здесь белые нападают ходом ЦБ4. Ну и как бы черные не играли, либо ЦД6, либо ЕД6 они проигрывают. То есть на ход ЕД6 играем именно ЕФ4. Ну и на нападение играем БА5. И затем проводим вот такую комбинацию. Здесь спасения у черных в Эншпиле нет. Белые должны победить. Если же черные в этой позиции закрываются ходом ЦД6, тогда играем БА5. Ну и на любой ход ФЖ5 или АЖ5 проводим вот такую комбинацию снова. И белые также получают выигранный Эншпиль. Кажется, что черные проигрывают во всех вариантах. Но все-таки за черных есть очень тонкая и красивая ничья. После нападения надо было закрыться ходом ФЕ5. И на ход ЦБ4 сыграть именно ЦБ6. Теперь на нападение черные отвечают именно ХЖ5. Все-таки снова попадаются на комбинацию. Но здесь белые не могут выиграть. То есть после проведения комбинации черные ставят дамку именно на поле Ц1. И теперь на нападение отдаем шашку. И сами нападаем сразу же на 3 единицы соперника. Белым надо закрываться. Ну и здесь кажется, что все-таки побеждают белые. То есть нет хода БЦ7, потому что дамка черных попадает в капкан на двойнике. То есть белые играют ЖФ2. И на ход АЖ1 играют БА7. И легко выигрывают. Но если не торопиться и немного поразмыслить, все-таки в этой позиции можно найти ничью. Черные играют БА7. Ну и на любой ход, как бы белые не играли, например, на ход ЖФ2, отдаем шашку, бьем дамку. Следующим ходом, допустим, поставили дамку, занимаем большую дорогу. И все-таки черные добиваются ничьей. Эта партия была сыграна на гамблере. Ну и последняя партия на сегодня. Жеребьевка дебюта летающая шашка. Белая Ж3 летит на А5. Черная А7 летит на Е5. Черными играл Евгений Кондорченко. А белыми играл знаменитый гроссмейстер из Литвы, из города Шауляй. Арунас Нарвайшас. Извините, если неправильно ставлю ударение в фамилии. Кто знает, как точно ставить ударение, напишите, пожалуйста, в комментариях. Только если точно знаете, друзья. Арунас Нарвайшас – это чемпион СССР 1985 года по русским шашкам. Я, как говорится, в 86-м только родился, в 85-м, как говорится, был только в проекте. Чемпион мира 2015 года по быстрой игре в бразильские шашки. То есть, ну, человек реально играет и в русский, и в бразильский гроссмейстер. В этой позиции обычно играет СД4 с разменом на Д4 и ЕД4. Арунас Нарвайшас сыграл ЕД4. Евгений играет АЖ5. Белый играет АБ4. В этой позиции можно играть ЖХ4, но Евгений играет ЖФ4. И здесь белые могли перехватить инициативу. То есть, для этого им надо было сыграть БА5. Ну, и после хода БА7 разменяться на поле С5. Черным пришлось бы размениваться. СД6, другого нет. Ну, и после боя назад белые могут сыграть АБ2. Ну, и здесь инициатива у белых сохраняется. Но белые в этой позиции предпочли разменяться. Этот размен сразу передает преимущество уже черным. Черная игра от ЖХ6. Партия, друзья, также была сыграна в БЛИЦ на гамблере. И здесь белые сыграли ФЖ3. И Евгений просчитал позицию и неожиданно сыграл АЖ5. Белые решили, что черные просто ошиблись. Случайно нажали. И провели вот ударчик. Отдали одну шашку, забрали две. Но черные здесь провели контр-комбинацию. Контор-удар. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Она довольно-таки простая, но симпатичная. Черная игра от АБ6. Затем ФЖ5. Затем ДЕ5. И, как любит шутить Евгений, за гребущими руками снимаем 4 шашки соперника и празднуем победу. Друзья, я и впредь буду радовать вас новыми шашечными видео, если Ютуб не заблокируют. А если заблокируют, я сперва хотел записывать видео в Яндекс.Дзен или в Рутубе, но потом подумал, зачем в этих пропагандистских помойках мне быть. Тогда уж лучше прекратить совсем творчество. Друзья, если вам понравилось творчество Евгения Кондраченко, поддержите его лайком, как говорится. Ну, можете подписаться заодно и на мой канал, поддержать и мое творчество. Я думаю, что нам обоим будет приятно. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. Давайте воевать только на шахматной доске. Играйте много, играйте честно. Увидимся на шашечных баталиях.